Так, здесь давайте сделаем акцент на том, что у Лотрикс это водоросль. А, здесь не написано, что это у Лотрикс, просто написано зеленая водоросль, что это цикл развития зеленой водоросли. Значит, у зеленых водорослей нет листьев, нет стеблей. Нет там других органов, к примеру, спарангиев никаких нет, потому что спарангий – это орган, где образуются споры. У водорослей ничего этого нет, у них есть слоевище или талом. Талом и слоевище – это слова-синоним. Это такое скопление клеток, которые приобретают определенную форму, и они не имеют органов и тканей. Все понятно. Если мы будем на эти вещи опираться, значит, спарангиев здесь уже не будет, антридив уже не будет, листьев не будет. А насчет миоза вы уже много раз рисовали эту схемку и понимаете, что диплоидная клетка. Ну, допустим, если мы будем опираться на знакомые слова, вот гаметы, оплодотворение, зигота. Вы там рисовали, что вот зигота, потом идет зародыш, потом идет спарафит. Спарафит. С помощью миоза образуются четыре споры. Вот есть зигота и есть споры. Значит, можно сразу написать миоз. То есть тут должен быть миоз. Это сто процентов споры, потому что из споры развивается, вот он, гаметафит написано. То есть если вы будете смотреть не только на, допустим, одну единственную какую-нибудь схему, типа диплоидная зигота, а смотреть комплексно. И если, допустим, здесь гаметафит, то кто идет дальше? То есть если вы это понимаете, всю картинку рассматриваете, а не только вот эту вот часть, да? Смотрите на всю картину. Тогда вы будете знать, что отвечаете. Так, улотрикс – это зеленая водоросль. И мы здесь много не будем рассматривать про улотрикс, потому что его убрали из-за программы. Допустим, такие вещи, что у него флоропласт в виде незамкнутого ПСК, раньше надо было помнить, сейчас нет. Насчет размножается конъюгации. Здесь надо помнить, что это делает спирогира. Спирогира, а не улотрикс. И вот морская капуста – это ламинария. Это важно помнить. Теперь, я надеюсь, что вот тут в ответе не должно фигурировать Б и Г, но вот Г вот было выбрано. Морская капуста – это ламинария. Морскую капусту вы кушали в салатах, в магазине продается. Морская капуста – это бурая водоросль. Она в морях живет, не в океанах, а в морях. Поэтому Г не подходит. Если мы выбрасываем Г, остается АВ или АВ. А точно есть. Вот прикрепляется к субстрату нижней бесцветной клеткой. И если Б выкинуть, то у нас остается АВ. Пожалуйста, запомните, что спирогира имеет половой процесс, который называется коньюгацией. И инфузория туфелька тоже имеет. Инфузория. Она тоже имеет коньюгацию. Половой процесс. В отличие от Эвглены зеленой, у Вольбокса и инфузории туфельки есть в этот чувствительный глазок стигма. У инфузории нет. У Эвглены… Давайте еще раз распишем. Хлорелу надо помнить. И хламидомонаду. Хламидомонада. Если мы возьмем наличие стигмы… Стигма. Так, стопы. Так, стигма – это светочувствительный глазок. Он нужен тем протистам, которые куда-то плывут на свет. На свет не куда-то плывут, а на свет плывут. То есть хламидомонада. Она имеет два жгутика, и у нее есть светочувствительный глазок. Хлорелла никуда не плывет. У нее нет светочувствительного глазка. Вольвакс. Просто напишу, что не имеет, но сейчас его убрали из программы, и пока про него ничего не спрашивают. Вопросы по накатанной пока остались. Это те протисты, которые относятся к растениям. Из животных есть инфузория, есть амеба, есть эвглена зеленая. Эвглену зеленую тоже минусанули из программы, убрали. Эвглена зеленая имеет один жгутик, и она имеет светочувствительный глазок тоже. Инфузория и амеба, их не имеют. Но эвглену убрали, поэтому насчет светочувствительного глазка надо запомнить, что он только ухламидомонады. Из колониальных водорослей это только Вольвакс. Но Вольвакс убрали из программы, значит, по программе, кто является колониальной водорослью. Никто. Вот в ЦТ никто у вас, вот не осталось колониальных водорослей. Значит, на что важно обратить внимание, что у Лотрикс это водоросль, это автотроф, поэтому это не подходит так, как это растение, то запасает крахмал. Все растения запасают крахмал. Животные и грибы запасают гликоген. Размножаются почкованием, кто? Дрожжевые грибы и гидроидные полипы. Дальше идем. Эвглену зеленую от хлорелы. Ну, давайте посмотрим. Эвглена зеленая это вот это, хлорелла это вот это. Как минимум, жгутик и светочувствительный глазок. Наличие хлоропласта не является отличием, потому что эвглена зеленая от гидротрофа у нее есть в хлоропласте. Наличие целлюлозной оболочки это характерно для хлореллы. Но эвглена зеленая это животное. У нее нет целлюлозной оболочки. Целлюлозная оболочка она у растений. Целлюлозная оболочка это клеточная стенка. Вот передвижение с помощью жгутика. Видим жгутик. Способность к гидротрофному питанию. Одноклеточная структурная организация. И там, и там есть. Поэтому в этом разнице никакой нет. И бесполоразмножение путем спорообразования. Давайте напомним, кто что-то как размножается. Так, значит. Хлорелла размножается только спорами. Только споры. Хламидомонада и спорами, и гаметами. То есть она как вот цикл спорофит-гаметофит, она вот точно так же умеет. Вот можно этот цикл наложить на хламидомонаду и будет все вот, все вот так вот подходит, в общем. Инфузория. Клетка делится на два. Амеба. Клетка делится на два. Эвглена зеленая. Клетка делится на два. Все эти способы – это бесполый способ размножения. Почему бесполый? Потому что нет половых клеток. Половые клетки не образуются, когда клетка делится на два. Логично. Правильно? Вот тыкните плюсики, если тут все понятно. Два признака, отличающие инфузорию и туфельку от амебы обыкновенной. Значит, вот у нас инфузория, вот у нас амеба. Бесполое размножение – это что-то общее для них. Гетеротрофный тип питания – это тоже общее. Стигма есть у эвглены зеленой и у хламидомонады. Ну, то есть тут не про кого из них. А нужно найти отличия. И давайте вот, если мы уже выкинули, нужно выбрать два признака. Мы уже первый, второй, третий, четвертый. Третий выкинули. Четвертое движение осуществляется при помощи ресничек. Инфузории – это реснички. Амеба – ложноножки. Ложноножками передвигается. То есть тут четвертое выбираем. Газообмен осуществляется всей поверхностью тела. Но нет у них ни жабр, ни легких, никаких специальных органов. Они – одноклеточные организмы. С помощью диффузии газа и различные вещества передвигаются через мембрану. Непереваренные остатки пищи удаляются через порожцу. Это тоже фишка инфузории. Строение инфузории, если что, где порожца. Ну, потом надо будет открыть учебничек. Покажу, где это. Здесь тоже этот вопрос разберем и в учебник немножко залезем. Значит, если это миоз, значит, это споры. Не гаметы. Гаметы будут вот тут. Плодотворение зигота. Зигота – это цифра 4. Зароды, что-то, ну, допустим, вот здесь. Антериди и архегонии не будет. А вот зооспоры – вот они. Почему они зоо? Потому что они жгутики имеют. На этом все. По вопросу. Я думаю, что это заlinи. Я думаю, что это ради. Продолжение следует...